Привет, с вами Тест ТВ и с вами Надя Лаптева. И сегодня мы поговорим о плюсах и минусах содержания кролика в домашних условиях. И поможет мне в этом изобраться Алексей. Алексей, ну, во-первых, первое, что хочется сказать, кролик в доме, он не пахнет. По крайней мере, сейчас мы стоим у террариума, где полно его жизнедеятельных отходов, да, или как это правильно сказать, и он не пахнет. Я всегда думала, что кролики пахнут. Пахнут они или нет? На самом деле, кролики – это такой редкий вид из грызунов, которые при правильном уходе за которыми особого запаха никакого нет. То есть, если своевременно убирать за кроликом, то практически чувствоваться ничего не будет. Надо ли, как кошек, кастрировать самок и самцов? Ну, это бывают необходимые меры, потому что взрослые самцы, они метят территорию, поэтому... То есть, запах может появиться, да, при этих условиях? Да. Грызуны, они кусаются или нет? Кролики? Кролики декоративные, как правило, не кусаются. Это может быть лишь в том случае, если это самка, которая выкармливает своих малышей, либо если вы неправильно обращаетесь к кроликам, допустим, неудобно взяли его, то есть он может покусить. Ну, давайте его возьмем? Давайте попробуем. Насколько это сложно? А он не выпрыгнет? Нет. Кошмар. Кролик дома с маленькими детьми, насколько это актуально? То есть, стоит ли покупать маленькому ребенку кролика? Вот он такой хорошенький, пушистенький? Зачастую, да. Из-за своей внешности такой очень милый, они очень мягкие, пушистые. Родители покупают своим детям в подарок именно маленьким детям кролика. Но опять же, нужно учитывать, что они очень чувствительные. То есть, их можно травмировать, да? Да, их можно травмировать, у них очень слабый позвоночник. Если ребенок возьмет его неправильно, неудобно, то он может просто нанести кролику травму. Но опять же, если он это сделает, кролик может, конечно, в случае редкий, но может укусить ребенка. А поцарапать они могут? Поцарапать-то тоже, то есть у них достаточно острые когти. Если их подстригать, то этого можно будет избежать. Насколько они прихотливые в уходе? В плане питания сейчас это делать несложно. То есть, есть специализированные корма, в которых уже все учтено. То есть, и витамины, и микроэлементы. Часто надо кормить? У кролика должна быть постоянно полная миска с едой. Весь день? Да. То есть, например, если вы утром ушли и оставили целую миску, этого недостаточно? Или достаточно? Этого достаточно. То есть, полная миска должна быть с утра. Этого, как правило, хватает на день. И вода? И свежая, чистая вода. Что еще должно быть в вольере или в клетке, где кролик содержится дома? В клетке постоянно должно находиться сено. То есть, они постоянно жуют сено, тем самым нормализуют свое пищеварение. А что это за камушек лежит у него? Это минеральный камень, да, как раз-таки для стачивания зубов и получения необходимых микроэлементов, так скажем. Так как у них на протяжении всей жизни растут зубы, им нужно постоянно их стачивать. Насколько они контактные? То есть, тут вот, не знаю, это как собака или не как собака? То есть, он знает свое имя, он может прибежать, привыкнуть? Он может привыкнуть к своему хозяину, тот человек, который его кормит. То есть, может привыкнуть к его голосу. И бывают случаи, когда даже реагирует на свою кличку. То есть, привыкает к своей кличке. Нужна ли кроликам пара? Или он может один существовать в квартире? Он может, в принципе, существовать один. То есть, им будет достаточно вашего внимания. В принципе, пара не обязательно. Но внимание необходимо? Конечно, как и любому живому существу, внимание. И еще вопрос. Клетка. Какая должна быть клетка у кролика? Или какой-то специальный аквариум? Это должна быть достаточно просторная клетка, потому что они активные животные, они много двигаются. И даже самой просторной клетки будет недостаточно. Нужно кролика периодически выпускать в свободную игру. Но в целом это такое существо само по себе, да? В целом да. Да, ну то есть, многие держат их вместо кошек, даже приучают к лотку. О, это плюс, кстати. Да, и живут вот так в свободном выгуле. Но опять же, нужно учитывать, что кролики – это грызуны. И вы должны учесть и убрать все провода, которые может кролик погрызть. Опять же, это может быть порча мебели, обоев и так далее. И это огромный его минус. Насколько безопасно покупать кроликов в зоомагазинах? Это абсолютно безопасно, потому что в зоомагазинах животные всегда проверены, имеют ветеринарные справки. Ну, это является гарантией. Можно я его подержу? Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Нужно просто покрепче зафиксировать его. Сейчас. Мосяня. Ну, просто игрушка. Настоящая игрушка. Которая требует особого внимания и особой заботы. Все, отпускаем. Он так, у него сердце бьется очень быстро. Итак, кролики у вас дома. Сами решайте, нужен вам кролик или нет. Единственное, могу сказать одно, что, конечно, относитесь с большим вниманием и заботой к любому животному в вашем доме, потому что ваши эмоции в магазине, они понятны, но где-то через полгода, скорее всего, вы уже забудете про своего кролика, а он требует особого внимания. Но, в любом случае, прежде чем купить, смотрите ТС-ТВ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова